ВВ и семья Ельциных – это неразделимые вещи. Поэтому там обысков, если какие-то даже обыски проходят, то только для того, чтобы кому-то что-то показать в общественности, у них вообще не может быть никакие недопонимания или разногласия. У них всю безопасность возглавляет зам директора ФСБ бывший. Если бы там какие-то обыски или напряги были бы, с Аней, с кем я общаюсь, завтра бы не улетал в Сочи в командировку. То есть, их главная цель – это общение с ним, нормальное, без задних мыслей. Как они озвучивают, по крайней мере. Конечно, у них в голове я хуйку знаю. – На общение, на какую тему? Что значит общение? – Ну, общение. Потому что когда они там где-то в бане там моются, чтобы Петрухе хотя бы можно было там находиться. Так его не приглашают ни хуя. Ни на какие вообще торжества. Последнее время, года полтора, он там нигде вообще не появляется. – Ну, разговор закончился на то, что вроде Петруха до второго, то есть до завтра улетает. Аксен, может быть, там повстречается с Борщом, там как-то, после прилета, то есть после прилета Петрухи. Потом вроде бы еще раз будем встречаться. Вместе с этим Аксен там один на один остался. Я говорю, Серега, давай нахуй вот эти все, все, что есть там, землю. Заберем половина твоя. Он говорит, ты можешь как-то конкретизировать? Чтобы не звучало не два колхоза, а ТКПМ, какие-то, может, конкретные там поля там или что там. – В Дерипаске что в Дерипаске? – В Дерипаске бронированные машины есть. – Ага. – Они старенькие уже. – Ага, хочешь переставить? – Ну да, если он там… Ориентировочный бюджет у него около 20 миллионов на одну машину. В реальности получится машина за 10 миллионов. 10 миллионов с каждой машины, блядь, там, на троих или на четверых, там, попилить там, блядь. – Это одна машина, а у него парк 5 машин. Если за год, блядь, в течение года весь этот парк поменять, неплохой заработок и получается. – А это кто тебе предложил? – Что значит, кто предложил? – Ну откуда ты в этой теме сказал? – Кирилл, я же тебе говорю, был соучредителем там. Потом он вышел. – А тебе он почему дает деньги? – Кирилл за завод отвечает. А этот, там, начальник охраны Дерипаскин, за Дерипаску, блядь. Ну и я там, вроде, блядь. – А что он уже там, блядь, за борща, блядь, там, так заебись говорит, блядь, что они там в начале 90-х вместе сидели, вот, блядь, и Петруха их сейчас опять свел, познакомил. Ну, Петруха кричит, что борщ в рот Аксену заглядывает, блядь, жаждет общения. Аксен о нем тоже заебись, ну, как бы тоже заебись, а так по-нормальному, что типа вроде не против там общаться, блядь. Такая, я говорю, каша, блядь, хуй знает. Ну, специально они так выстраивают, чтобы, блядь, нельзя было им жестких вопросов, блядь, ставить, блядь. Прокидывают там, что перед Петруха, блядь, там его дети, блядь, крестники, кали, блядь. Все они там вот так повязаны, все они славяне там, блядь. Все против черных, блядь, дают понять, что, блядь, крепка слишком у них связь. Чего-то, я не знаю, чего ты себя тишешь, блядь, если б я там был, каша, какая каша, все потихо. Не, ну ты хожу, человек бы быстрительно сказал, блядь. По тихому суд пройдет и все, блядь, осудят, нахуй, блядь, как старого, блядь, без единого показания на 15 лет, блядь. Че, ты не знаешь, как у вас это умеют, блядь? Тем более, блядь, с их ресурсом, блядь. Ну и ж надо, чтобы там, блядь, тут тоже, блядь, такого не будет. Они посмеют столько, блядь, Петрушка, блядь, там до старого зашел, речь, туда-сюда, блядь, бикини, мини-бикини. И слышно, ахуй, ну че ты, блядь, на сколько его там посадили-то, я говорю, на 15 лет, нахуй. Да, там показания было, я говорю, да и Серега, без единого показания, нахуй, на 15 лет. Петрушка смеется, блядь, ну как же такое возможно, как, как, как? Вы, нахуй, суды заряжали, блядь, как? А че ж вы не заряжали, блядь? Знаешь, так, глумление, блядь.